Всем привет, ребят, с вами Лего, и сегодня мы продолжим играть в Паладенс. Да, для тех, кому нравится эта игрушка, ставьте лайкосы и подписывайтесь на мой игровой канал. Я купил пак за 200 с лишним рублей, и знаете что, когда я начал записывать, у меня отрубили свет. Но слава богу, пока я не дотронулся до сундуков сокровищ, которых у меня 20 штук. У меня там есть новые герои, получается все. Вот он, набор основателя, включает всех героев, эксклюзивный скин и средства передвижения, и 20 сундуков. Мы попробуем поиграть обязательно за танка. Танк у нас, ребят, будет эксклюзивный, и лошадка у него будет прям вся такая гореть. Вот я нажал использовать код и получил призы, именно здесь. По магазину пока все. Давайте мы сейчас наоткрываем 20 сундуков. Поехали, ребята, открыть сундук. И здесь у нас сейчас вылетает во время действия антигравитация восстанавливает 51 здоровье в секунду. Устранение ускоряет текущее восстановление способности на 1 секунду. Длительность подъема увеличивается на 5 секунд. Это тупо новые карточки. Они мне постоянно будут тупо карточки давать или что? Я вот не понимаю, этот сундук с сокровищами может здесь что-то вылететь крутое или новое? Скорость движения при стрельбе увеличивается на 5 у этого чувака. Если вы задеваете врага при вращении панцирь, время восстановления этой способности уменьшается на 1 секунду, увеличивает радиус действия истреляющего эликсира на 10%. Кстати, мы не играли за лекарей. Тоже хотелось бы попробовать поиграть за хилеров. Длительность баррикады увеличивается на 1 секунду. Фундамент. Ага, кстати, мы же можем поиграть за этого чувака-гнома. У меня сейчас есть все герои. Меткий стрелок. Неповиновение генерирует боеприпасы, если все три выстрела попадают в цель. Ваше оружие больше не отбрасывает вас и наносит вам на 20% меньше урона. Нифига себе. Давай дальше поехали. 20 сундуков. Королевский указ. При взрыве бомбы, липучки, скорость перезарядки увеличивается на 2% на 3 секунды. Плюс 5% скорости движения, если вы не находитесь в бою. А как эти карточки менять? То есть я хочу билд себе, допустим, поменять для какого-то героя. Сейчас я наделаю. Медицинская станция. Стоя рядом с трюлей, вы восстанавливаете 60 единиц здоровья в секунду. Вот это надо попробовать. Во время действия артиллерийского щита здоровье восстанавливается на 50 единиц в секунду. После вашего убийства ускоряется текущее установление способности на 15%. Господи, сколько же у меня охренительных долбанных карточек. Союзники в зоне действия тотема восстанавливают по 1% от максимального здоровья в секунду. При нанесении смертельного удара мгновенно восстанавливают 4 единицы боеприпасов игрока. Минимальная сила замедляется. А, это все серые карты. Вот же 1-1-1. То есть скилл этих карточек 1-1-1. 1-1 мы, наверное, даже смотреть пока не будем. 1-1-1 почему-то. Вот, мы... Вот этот тычок выживания 1. Если здоровье падает ниже 15% от максимального, время восстановления тычка уменьшается на 10%. Ну такое. Что-то пока у меня всегда слава. Штормы, идите к запаху. Всегда что ли такие будут? А будут какие-то получше карточки? Почему всегда 1-го левела? Тупо все 1-го левела. Будет ли у нас карточки 2-го левела? Вероломство, убийственный мороз, хватка лоза. Все равно все 1-го. Может быть он типа открывает пока все 1-го, а потом за 2-е возьмется? Это вот очень интересно. Есть ли здесь какие-то уникальные карточки? Потому что все только 1-го левела. И могут ли они, знаете, как бы друг с другом пересекаться? Ну-ка, у меня тут нет моего героя, мне пока здесь неинтересно. Скины тоже не вылетают здесь, к сожалению. Пушки тоже. Убийство скорее текущего установления способностей на 12.5. Фаталист, кстати, можно за Тринта тоже поиграть. За нашего Тринтика. Ваше здоровье увеличивается. Сила бездны, мягкий стрелок. Нет, все тупо 1-го левела. А в чем смысл тогда открывать ящики тупо из-за карточек 1-го левела, что ли? Интересненько, интересненько, интересненько. А-а-а, наверное карточки дадутся потом после 12-го левела. Я ведь пока 5-й. Длительность баррикады, тралли-вали. То есть пока все на равных условиях. А потом мы, наверное, делаем билды. Загрязнение. Сейчас мы зато попробуем всех героев. Посмотрим, кто из себя что представляет. Плюс 5% скорости перезарядки, 50% здоровья. И так, чат мне не нужен. Мы сейчас выйдем назад. Вот, видите, карточки туториал. Там есть 2-е левелы, 4-е левелы. Видите, вот здесь 4, 2, 1. Интересно. Но, наверное, это в состязании будет доступно. Давайте найдем... А, вот герои, допустим, да? У меня есть Кинеса, да? Вот навыки у нее есть, конфигурации. Видите, у нее есть конфигурации различные. Основные. И пока у меня общая стоимость карты конфигурации должна быть 12 очков. Ясно. Теперь я все понял. Мы можем как-то делать скиллы, да? Изменять конфигурацию. Пока я по счету этого, конечно, не разобрался. Но, думаю, разберусь. У меня сейчас есть 414 тысяч денег. Вот, я хотел поиграть за танка. Блин, 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 блин. У нас есть танк уже. Как поменять на другого героя? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Типа я не хочу. Нельзя что пересмотреть героя? Вот, пересмотрим мы героя. И возьмем, наверное, хиллера. Пересмотреть героя. Возьмем драгона. Драгоус. У него есть, у меня есть лошадка, лошадка. Вот она. Успел, нет, лошадку взять. Кастомизацию вроде успел. А, нифига себе, здесь еще сотка кристаллов надо, чтобы улучшать свое оружие. И здесь тоже сотку. Нифига себе. Я буду драга, потому что здесь уже пятый левел, ребят. За танка. И против нас, против нас, как я понял, какие-то такие воськи. Первого, второго левела еле-еле. Вот у нас двое, у нас есть Виктор. Урган Синджонжур. Во, этот бегает нормальный пацан. Вот, у меня только драгон основная. Давайте почитаем. В течение пяти с после использования тысячи усилителей потребляют на 30% меньше топлива. Вместимость топливного бака увеличивается на 30%. Скорость полета с усилителем увеличивается на 18%. Попадание в цель увеличивает скорость перезарядки. Если здоровье падает ниже 15%. А, он мне какие-то карты все равно вставил, что ли? Интересно. Подожди, я вот, у него скиллы очень интересные. Ракетный обстрел мелких противников, начащих по 850. Очередь. Огненное дыхание. Огненное дыхание. Вот оно, огненное дыхание. Плевок мокроты, поражающий противник, воспаляющий сплюш. На 159 урона и на 30 секунд увеличивает урон. Ваших атак на 4 секунды. Дополнительно, вы также можете подстрелить мокроту, чтобы взорвать ее и нанести врагам 1000 урона. Охрененно. Просто охрененно. Блин, я не могу видеть свою лошадку, посмотреть на... О, это новая карта, ледяная какая-то, покрова. У меня 2500 хп и добудет битва. И добудет, как говорится, битва. Мы сейчас зарядим все эти... Но мы сейчас будем против людей играть, это я вам 100% говорю. Ты куда пошел-то? Он туда ушел, да? Ферстблат мне дали, нет? Ох, как прилетает ты хорошо, а? Да где? Да долбаная турель, иди вон. Я же могу еще летать, как огнедыщащий дракон. Ай, он поставили эту штуку. Вот это плохо. А у нас уже эскорт, пока они тупили. Давай-давай, маленький лисенок. Маленький лисенок что-то не хочет туда идти, а мы едем пока. Они оттуда... Ой-ой-ой-ой. Так, зарядил. У меня 1100 хп. Не могу попасть. И он по... А он по мне может. Блин! С ракетницей за дракона очень тяжело играть против настоящих людей, потому что они все мансят. Хер ты попадешь с ракеты. Но зато им хорошо дефать что-то, им хорошо забирать. Вот мы машину забрали, и нормально. Мы не купили предметы никакие. Возьмем на урон тупо. Тупо на урон и поехали. За дракошу. У нас сейчас будет ульта. Ульта у него неплохая. Он может летать к ней хоть куда. Оставшееся время. Что у нас тут по оставшемуся времени? Эта катафалка едет вообще? Катафалка, а? Мы должны ехать. А мы и едем. Заряжу себе ракеты. Поехали. Блин, вот здесь мне нужна помощь. Мне нужна помощь. Оу. Фига ты улетел. Ну же, добей его. Так, у нас там машина-то едет до сих пор. Блин, я одного убил. Короче, за драку вообще тяжело убивать кого-то. Странный герой на самом деле. У нас машина едет, и мы сейчас уже доедем до финала. Я сделал еле-еле минус 2, по-моему, да? Но этот такой герой не совсем дамагер, он такой чисто АОЕшный. Толчок удался, мы победили. То есть, видите, он больше работает на массуху. Чисто персонаж массухи. И нам нужно, конечно, что-нибудь быстрый бег, наверное, что ли. Получаете скорость движения. Давай попробуем. Он так быстро бегает, по сути. Сейчас, наверное, будет еще быстрее бегать. И нужно сейчас заултить обязательно. Обязательно, обязательно заултить. Ракеты очень долго летят. Но у нас танк делает свое дело. Вот он, красавчик. Он реально делает свое дело. Вот это лекарь. Дамагеры. Здесь, в этом билде, прокатило бы Кинесса. Но у нас есть еще вот этот чувак. Он тоже хорошо уронит. Но Кинесса, мне кажется, подошла бы здесь лучше. Издалека отстреливать. Вы видите, у Кинесса очень слабое передвижение. Сейчас посмотрим, как мы здесь... Как мы здесь можем что замутить. Ему все в лицо прилетело. Вот это ему не повезло. Вот это ему не повезло. Да иди нахрен. Тихо. Че у нас тут? Подожди, он тогда на них отвлекает. Мы занимаем точку. Мы тупо забираем точку. Зачем нам с ним перестреливаться? Мы любим забирать точки. Я люблю забирать точки. Полетели. Фьюри. Нормально. Нормально пришибло. Че, поехала тележка, нет? Отлично. Надо ему туда плювануть. Разбил его, нет? Ох, ты жопушник. Поехала пока машина. Пока вы там сражаетесь, я повезу машину. Зачем они сражаются, когда нужно везти машину? Вот альнюши. Я похиляюсь еще здесь. О, они идут, идут, идут. Мы им туда натычкуем. Обязательно. Мы им туда натычкуем. Ага, он тут и уже идет. Оу, прилетает ты как, а? Хорошо, хорошо. Хорошо, отлично. Сейчас бы попасть бы. Сейчас бы попасть, было бы классно. Что такое? По мне кто-то плюется своим говном. Ну-ка. Заезжает, да, ракеты? Заезжает ракеты, да? Заезжает, по-моему, ракеты. Ну ты где? Ооо, минус. Ха-ха, уходят они от меня. Э, бурундук, держи. Мы должны ехать, по-моему. Вау! Он меня ультой запилил. Нам там чуть-чуть осталось дойти-то. А что это он делает? Ни фига себе. Это какая-то злая ульта, честно. Но мы сейчас победим на Изи. Нам осталось довезти-то машину совсем чуть-чуть. Она, конечно, не едет, но сейчас доедет. Да, это и есть победа. Но Драгон такой, конечно, герой. Им нужно понимать, куда стрелять. Видите, он... Он больше на ОЕ, он больше, наверное, на ДЕФ, что ли. Еще чего уровень игрока мы подняли. Шестой, сияющий сундук. Давай откроем сундук. Открываем его обязательно. 21 сундук, получается, мы открыли. И давай что-нибудь посмотрим по игре. Сейчас посмотрим, кто каких возьмет персонажей. И мы за счет этого будем смотреть. То есть будем брать тупо по команде. Будем играть тупо по команде. Есть танк, берем ДД. Так, Лего Сплей. У них есть дамагеры. У нас нет танка. Хорошо, я буду Фернендом. Фернендо у нас вот такой вот есть. Охренеть. Да ну тебя нафиг. Вот это Фернендо. По мечу, что? Вот такой есть меч. Ох ты злой. И конь вот такой. Блин, просто уникальный скин Фернандика. Какой же ты злой, Фернандо. Ради тебя я готов играть. Вот. Бой войны эпическое. Все эпическое. У него маски нету, потому что у него эпическая лошадка. Все крутое такое. А почему закрытый персонаж, если у меня есть все персонажи? Непонятно. У нас здесь третий Драгон. У нас Фернендо и я первый. У них что там? У них пятый есть за девчонку. Это не за Кинеса случайно? Блин, если я за Фернендо сейчас затуплю, это будет печаль. Ну-ка, насколько же он будет сейчас классно и уникально выглядеть? Покажись. Покажись, насколько ты крут. Ну-ка, давай, мой друг. Покажись. У нас есть Скай. У нас, короче, тупо дамагеры. У нас даже, по-моему, нету этого. Даже нету хиллера, насколько я понял. Тупо одни дамагеры. И чё делать? Чё делать-то, ребят? У них есть гном, который ставит стены, ставит тюрели, ставит хилл. У них есть Кинеса, который очень хорошо долбит. У них есть Лучница Орел. У них есть Автоматчик Мужичок. У них тупо ДД. У них один гном Универсал, который может хилл тотемы ставить, пулеметки. И может ставить стены на некоторое время. У нас танк есть. У нас есть... И у нас все ДД, насколько я понял. Вот я не знаю, кто такой Бак. Под ником Панторес в левом верхнем углу. У него ещё на лбу такой кристалл красный. Реально не знаю, кто это. Зачарованный лес. Что же там? Кто там так долго грузится? Так. Виктор. Дрогос у нас третьего левела. У них Дрогоса нету. В принципе, нам легче будет взять точку, потому что есть я и есть танк. То есть, чтобы меня убить, ко мне нужно близко подходить. Потому что я буду постоянно ставить щит. А когда ко мне будут близко подходить, Дрогос под ником Food4Me, он должен заряжать. Он реально должен заряжать. Теплообмен. Каждые тысячи единиц урона отражение щитом уменьшает время установления рывка на 3 единицы. Плюс 2000 к прочности щита. Нихрена себе. Ваша базовая максимальность здоровья увеличивается на 375. Вот это жесть. После рывка скорость движения увеличивается на 10%. Не, ну ты злой. Я всегда думал, что ты злой. Так. Урон, получаемый от прямых атак, уменьшен на 10. Урон, получаемый от атак по области, уменьшен на... Сокращение времени действия. Я возьму просто укрытие. Я же танк. Зачем мне урон? Я пойду чисто в танк. У нас есть как обычный огнемет. И начинается опять. Начинается, ребят. Добрая штука. Под названием... Здравствуйте. Я паладины. Лагающие паладины. Я стим. Когда же вы научитесь все нормально делать? Мы сейчас попробуем войти. О, зачарованный лес. А что, это мой интернет, что ли, тогда? Вот, битва уже началась. Нифига. Нифига, здесь есть реконект. Я сейчас, если успею дойти, то будет хорошо. У меня очень долгое перемещение. Ну ладно, не страшно, я думаю, наверное. Здорово, пацаны. Че, как дела? Ну, может быть, наша команда начнет приходить сюда? Может быть, наша команда начнет приходить сюда? Отлично. Да, 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 конечно. Удачи вам в этом, но мы захватим. Это будет наша территория. Вы охренели, что ли, совсем? Вот это надо убрать. И все. Так, регеним щит. Через три секунды появится. И я его заново включаю. Да, 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 да. Держи плевок. Че у нас здесь происходит? Ну че, не получается, наверное, против танка-то быть, да? До свидания. Здесь увози-ка свою пушку. А вот и мы. А вот мы и подъехали. Эскорт подъехал. Да, 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 конечно же. Че-то ваши пушки не работают, по-моему, да? Мы на эскорте едем? Может, вы будете сносить пули всякие? О-о-о-о! Да-да-да, молодец, чувак. Теперь мы тупо едем. Мы тупо едем, ребят. Смотри, че творит, а. Ничего, как? Как дела? Да-да-да, еще че. Еще че. Поехали, поехали. Не могу достать. Ах ты ввасек. Ну ладно, мы едем. Здравствуйте. А-а-а, один вылетел у них. Поэтому он постоянно идет в бой. Здравствуйте. Да-да-да, конечно, еще че. Удачи тебе, сучка. Ну как играть против танка? О-о-о, ну да-да-да-да-да, конечно. Ульту просрать меня. Это же классно, просирать ульту. Иди-ка вон. Сколько у меня? 5 тысяч хп. 6 тысяч 300. Иди, убей хп. Еще и все на защиту. Просто удачи тебе. А-а-а, укрытие можно прокачать, а можно при выходе из боя восстанавливать 4% от максимальной здоровья каждую секунду вне боя. Вне боя, да? Я возьму вот это. И у нас 400 осталось. 400. Ваша скорость перезарядки увеличится на 20. Выстрел из вашего оружия на 2 секунды уменьшает истинение цели. Ваше оружие наносит на 50, наверное, больше урона щитам. Так, ваша скорость перезарядки увеличивается на... Ну я не буду это качать, тратить. Да ну его нахрен. Можно бег, конечно, сделать. Сокращает время восстанавливания способности на 10%. Давай вот это, щит, чтобы восстанавливать часто. Вообще, да? Танк такой дикарь. Я бы еще... У меня серия убийств 6. 6 серий убийств меня еще ни разу не убили. Да, удачи. Удачи, пацаны. Что, как у вас тут вообще дела-то обстоят? А я вот тут у вас это как бы... Я вот тут вот у вас... Ну-ка, что тебе туда кинуть что-то надо? Если бы я еще попал бы... Три секунды, две секунды. Я забираю. Мое дело забирать. Мое дело тупо забирать машину. Че-то вы не атакуете, пацаны. Да иди нахрен. Вася, от того, что ты поставил щит, толку никакого нету. Че, не можете, да? Не получается против такого танка? Я тоже так думаю. Вот, валитесь там, а мы поехали. Мы поехали. Точка управления. Плюс два. Вот и вся фишка танка. Нас че? Едет машина? Да, едет. Просто спокойно идем. О! Ты откуда вылезла? А ты откуда вылез? Так, этот залетает. Пока у нас по ХП все нормально. ХП регенится вне боя, как и говорилось. Ну? Че, получается у тебя? Не думаю. Семь секунд регена. О-о-о! Где она? Вот тебе огнеметом нравится? Здравствуйте. Отлично. Серии из десяти. Слушайте, может быть, поменять свою позицию и играть за танка? Да, а че толку, что ты сбоку стреляешь? Мы все равно едем. У меня есть ульта. Я, кстати, не посчитал, че ульта делает. Да, да, ага, конечно. Удачи вам. Удачи вам в этом. Удачи. Че, не получается, да? Ты че, в жопу-то залезла к нам? А вот так вот лечимся все, лечимся. Че-то я думаю, что играть за танка, играть за танка это одно удовольствие. А че они реально могут сделать? Просто они, Фернандо, мастерство, 500 получения. Шестой левел. Я бы хотел еще сыграть за Фернандо. Вот герой, да? Вот Фернандо. Скины у него установлены, голова, оружие, понятно. Конфигурация. Создать новую конфигурацию. Вот и ячейки, которые я могу открывать за бабки, да? Нифига себе. Нифига себе. Выбрать карту. Че мы можем выбрать? А броня и оружие, щит. Подожди, 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 подожди. Отмена, во-первых. Фернандо основная. Здесь, видите, 4, 3, 3, 1, 1. А почему здесь у меня нету где 4, 3, 3, 1, 1? Подождите, подождите. А если я, допустим, может быть, типа они используются. То есть я сейчас захожу в основную и... А я не могу ее очистить. То есть это и есть основная эволюция вашего... Ну, то есть тут карточки намного лучше. Здесь вызывающий барьер. Плюс 300 к прочности щита идет. Иди, попробуй, завали его. А здесь я что наделаю? Здесь в нем больше нету ничего, карточек нету. Эти тем более покупать надо, и они все первого левела. То есть пока с этими карточками ходим, что ли. Интересно. Давайте последний бой за Фернандо. Может быть, попадутся какие-то пацаны реальные. Ну, Фернандо это вообще красавчик. Мне кажется, Фернандо это плюс 20 к победе любого боя. Вам так не кажется? Мне вот кажется почему-то. Ну что, давай попробуем. Фернандо вообще... Фернандо главное контролить всю дамагу. Он не дамажит на самом деле. Фернандо. Есть даже его и никто и не рвется брать. У нас есть опять дамаги, куча, куча дамаги. И нихрена нету из того, что полечить. Так что придется лечиться самим. Берем тупо опять на прочность и берем тупо опять на восстановление ХП. От максимального количества 4% вне боя. Потому что у нас хилера нету. А когда мы будем отвоевывать первую атаку, мы будем хиляться. Так что я думаю, это хорошо. Что у них? У них есть хилер. По-моему, вот это руку хилерша. У них есть дамага. У них есть дамага. У них есть дамага. И вот это канитель ингребив. Король... А, это король бомб. Блин, подставная штука. Он будет мне подкидывать постоянно взрывоопасные штуки. И у меня так как скорости не будет хватать, я не смогу уходить от этих бомб. И они будут меня отталкивать. И естественно мой щит отгонять. Неплохо, но у них нету танка. Тупо нету танка. Слушайте, а если взять 4 Фернандо и 1 хилера, как побеждать? Объясните мне, как это побеждать? Ледниковая крепость. Ледниковая крепость, ребята. Ну что, давай попробуем забацаем в Ледниковую крепость. Та-дам! Король бомб руку. Нет, игра затягивающая. Просто, конечно, пока нету других режимов. Пока все однотипно. В центре берешь файт. И везешь тележку. Два раза отвез, все, победил. Это очень хорошо. Ну и неплохо прокачать бы Фернандо. Ну вот у нас Драга. Драга это опять хорошо. Скай 6 левела. Это из инвиза она будет стрелять в левом верхнем углу за нас. Что за сник? Скай, она по-моему из инвиза. Тупой и Виктор, которые стреляют с автомата. У них, надеюсь, если никто не леванет, все будет хорошо. Доктор Барту, Кинеса, Куиран, Кейси, Энгри Биф, Король бомб руку. Вот я не знаю, что руку делает и что Король бомб делает. Остальные тупо дамагеры. Они будут разлетаться от нашего Драгуа или от какого-нибудь Скайа под моим щитом. То есть если я аккуратно... Ну, они также могут и меня спокойно разносить, если будут меня размансовывать со спины, сбоку, спереди, хоть откуда. И почему-то загрузки стали сейчас долгие. Что за компьютеры у этих людей? Так, выбираем, конечно, основнуху. Выбираем укрытие. Потом, что мы выбираем? Я хотел почитать. Рывок. Вы с большой скоростью бросаетесь вперед на себя 200 единиц урона. Фернандо и все союзники в радио 70 пунктов. Течень 4-х сентября не могут иметь меньше 1500 УЗ и не воспринимают к эффектам отложенного урона. Герои выпускают огненный шар, наносящий 350 единиц урона и на 3 секунды ослабляющий эффект исцеления. Щитры ширяют и поглощают 10 тысяч единиц урона. Огнемет для боя. Ну, огнемет, понятно. Охрененно. Просто. Что, опять выкинет? Да что же ты будешь делать-то? Почему выкидывает постоянно из игры? Нормально же все было. Фернандо, не шали. А, сейчас, видите, я опять, грубо говоря, такой маленький баг. Того, кого выкинуло, они не перезаходят тупо в игру. И что, все, выкинул и я обратно не реконнектшусь? Классно. Ну, ладно, ребят, с вами был Легасик. Вы видели, как играть за Фернандо. Вы видели, что мы открыли 20 сундуков. Если вам понравился данный геймплей, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и делиться данным роликом с друзьями. Я думаю, мы будем потихонечку играть в эту игрушку.